Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмил и семья Артур Идиатуллин. Внимание мировых инвесторов прикованных ситуаций в Турции, где турецкая лира переживает спекулятивную атаку, схожую ситуацию с рублем в конце 2014 года. Давление на лиру возобновилось в понедельник. Сегодня пара доллар-лира достигала отметки в 7, 7 лир за доллар. Однако экстренный план ЦБ по предоставлению ликвидности банкам, точнее официальный комментарий по его скорой публикации позволил отыграть сценарий краткосрочного облегчения, поэтому пару у нас снизил до уровня 6.50, но затем вновь начала расти. Слухи касательно плана ЦБ, сосредоточенного вокруг возможного повышения процентной ставки, которая уже находится на уровне 17,5%. Дальнейшее повышение ставки сделает игру против лиры дороже и начнет привлекать первых рисковых кэрри-трейдеров. Сомнения в очевидных необходимых мерах ЦБ по оккупированию кризиса вызывают, мягко говоря, неортодоксальные комментарии президента Эрдогана о том, что поддержание низких ставок будет стимулировать экономику даже в такой ситуации. К тому же нахождение на посту министра финансов родственника Эрдогана поднимает вопрос о независимости органов, контролирующих монетарную политику страны. Стоит также заметить, что ЛЦВ может уверенно поднимать ставку в краткосрочном плане выше текущих 17,5%, так как госдолг КВП относительно небольшой, он стоит около 30%, и риски дестабилизации фискальной политики в этом отношении так велики. Доходность 10-летних турецких облигаций у нас достигла 20% к августу, в то время как экономический рост у нас поквартально держится в среднем на уровне 6%. Обесценивание турецкой лиры также должно стимулировать ключевой экспортный сектор, это туризм, который как раз таки представлен небольшими предприятиями, которые наиболее чувствительны к изменениям в стоимости кредита. Этот эффект появится в среднесрочной перспективе, поэтому смысла срытачиваться на нем сейчас нет. Ток инвесторов из ETF акций развивающихся рынков, таких как Турция, Россия и Южная Африка, говорит о повышении глобального неприятия риска и ухода в защитные активы. Вот здесь в списке ETF, которые вкладываются в акции развивающихся рынков, мы видим, что все они сейчас находятся в минусе, но больше всего пострадал, конечно, ETF, специализирующийся на акциях турецких компаний, он за день потерял более 14%. Сейчас капитал перетекает в доллар и казначейские облигации США. Индекс доллара вырос в понедельник до уровня 96.47, у нас доходность по казначейским облигациям также отступила от уровня в 3% и снизилась до уровня 2.850, указывая на рост спроса на безрисковые бумаги. Еще более выгодное соотношение риска доходности может сейчас обеспечивать пара доллар-иена, которая выросла против американской валюты сегодня почти на 0,4%, и у нее есть возможность перспективы дальнейшего укрепления против американского доллара. Из лидирующих индикаторов по турецкой экономике можно отметить рост стоимости страховки от дефолта по суверенным и корпоративным бандам. Это кредитно-дефолтный своп. Вот здесь мы можем видеть, как изменился кредитно-дефолтный своп. Он вырос почти что в полтора раза с конца прошлой недели и достиг сегодня 550,3 пункта. Это говорит о том, что опасения относительно продолжения дефолтов по бандам растут преимущественно для компаний, имеющих долг в иностранной валюте. А как известно, турецкие компании очень усиленно занимали именно в иностранной валюте, сейчас как раз таки подвержены особенно этому риску. Европейская валюта снизилась у нас против доллара, так как на прошлой неделе ЕЦБ выразил опасения, касательно того, что турецкий кризис может перекинуться и на европейскую территорию, так как европейские банки усиленно охотно кредитовали турецкую экономику. Сегодня пара евро-доллар у нас снизилась до уровня 1,1375. Однако маловероятно, что падение продолжится дальше до публикации плана по стабилизации турецкой экономики, в частности того, какие меры будут приняты по предотвращению корпоративных дефолтов. Но собственно, если появятся какие-то новости, что в этом плане наступит какое-то облегчение, то естественно европейские банки, риски для них, конечно же, тоже снизятся. Пара фунт-доллар ушла ниже 1,28 из-за повышения привлекательности доллара прежде всего. Однако во вторник и среду, в экономическом календаре нас ждут во вторник, это данные по рынку труда Великобритании, это данные по безработице, а также данные по оплате труда. В среду у нас выйдут данные по инфляции, и сейчас эти данные особенно актуальны. Они, вероятно, позволят фонду укрепиться в случае положительных отклонений данных. Учитывая, что на прошлом заседании Банк Англии сообщил о необходимости повышения ставок в будущем, выход экономической статистики должен сейчас рассматриваться как удобный повод для покупок фунта с низов и формирования жданий по ужесточению монетарной политики. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, встретимся с вами в среду. Субтитры создавал DimaTorzok